Знаком ли вам отель Друо? Этот портрет представлял огромную ценность. Он был не только подписан художником, но и датирован 1669 годом, годом смерти великого мастера. До сих пор не был известен ни один портрет, написанный художником в последний год жизни. Картины видели лишь близкие приятели владельца. Они говорили, что это шедевр. И вот в отеле Друо произошло нечто невероятное. В субботу туда пришел приличный молодой человек и, как он сказал, по поручению владельца картины передал полотно Рембрандта директору. Сразу после него явился рассыльный и оставил пакет с точно такой же картиной. Наконец, самолично прибыл сияющий Мсью Валь с пакетом под мышкой и торжественно положил на стол директора портрет работы Рембрандта. Я думаю, не стоит описывать сцену, разыгравшуюся возле трех совершенно одинаковых картин. Они были до того схожи, что когда их положили рядом, да к тому же, пытаясь разобраться, перетасовали, даже сам Мсью Валь не мог уже определить, какую из них он только что принес. Сразу же известили полицию. Начались розыски молодого человека, принесшего первую картину, и посыльного, доставившего вторую. Три дня возле полотен толпились знатоки и торговцы-антиквары. Мнения резко разделились. Чтобы облегчить процедуру обсуждения, на картины наклеили номера. Одни горой стояли за номер один, другие утверждали, что оригинал Рембрандта – это номер два. И у полотна номер три тоже нашлись рьяные защитники. Аукцион, разумеется, был отложен. Жозеф Лаборн, улыбаясь, извлек из портфеля увеличенные фотоснимки подписи Рембрандта на всех трех портретах. «Но экспертиза, – начал я, – наивный вы человек, – рассмеялся Лаборн. Разве вам не приходилось слышать о подобного рода аферах? Ведь недавно был большой скандал вокруг фальшивой картины Ван Гога в Германии. Десять крупнейших специалистов так и не смогли разобраться. Два года назад в Америке нашумела такая же история. Тогда в центре внимания оказался Рафаэль. Эксперты, за счет владельцев картины, разумеется, ездили в Лондон, Берлин, в Париж, в Рим. Как писала пресса, словесные аргументы экспертов никого из них не смогли убедить, и кончилось тем, что солидные профессора стали колотить друг друга зонтиками. Ну, а рентген? В нашем случае получены были одни и те же данные для всех трех портретов. А микроскопическое исследование полотна – результаты для всех трех картин одинаковые. А детальное изучение подписей – взгляните сами и попробуйте сделать какой-либо вывод. Где была картина до того, как она попала в отель Дро? Какая из них? Да та, конечно, которую принес сам Мсью Валь. Та настоящая. В его квартире на улице Сифрэн, в маленькой комнате, попасть в которую можно только через кабинет хозяина. Сколько времени она пробыла там? Пятнадцать лет. С того дня, как старик приобрел ее на одном из провинциальных аукционов. В то время она была в таком состоянии, что трудно было разглядеть, чья на ней подпись, но все знали, что у старика хороший нюх. Позднее он рассказал о своем открытии самым близким друзьям. Он почти никому ее не показывал. Он всегда и всем говорил, что даже если ему придется гладать одни черные корки, он ни за что не продаст своего Рембрандта. Почему же он все-таки решил продать портрет? Видимо, чтобы дать хорошая приданная дочери, невесте некоего Гольфингера, коммерсанта. Старик богат, живет скромно. Небольшая квартира, две служанки. Единственное его богатство, как он говорил, это Рембрандт, с которым он никак не хотел расстаться. Когда все это случилось, он просто визжал от огорчения, клялся, что разорен. И даже покушался на самоубийство, принял дозу веронала. Однако дочь своевременно вызвала врача и спасла отцу жизнь. Аукцион все же состоялся. Да, но три недели спустя. Все это время проводили экспертизы и контрэкспертизы. Появлялись противоречивые заключения. Специалисты вели ожесточенную полемику. Полиция подозревала Гольфингера, как единственного человека, который мог иметь доступ к картине. Однако он доказал полное алиби. А где служанки? Одна из них, старая эмигрантка, объяснялась на невероятной смеси еврейского, польского и плохого французского и произвела впечатление простодушной, ничего не понимающей в искусстве женщины. Круг ее интересов не выходил за пределы кухни. Вторая девушка из Люксембурга, следствие установило, что у нее было несколько любовников из различных слоев общества, от пожарного до владельца бара на Елисейских полях. Однако всех она принимала в своей комнате на шестом этаже, и в квартире хозяина никто из них не бывал. Чем же все это кончилось? Как я уже говорил, состоялся аукцион. Это было незабываемо. Присутствовала вся постоянная клиентура отеля Друо. Приехали любители редких картин из Берлина и Амстердама. Три полотна лежали рядом и казались галлюцинацией. Так до малейших деталей они были похожи друг на друга. Старик-антиквар стоял тут же, совершенно удрученный. И нашлись покупатели? Конечно. Торговались как сумасшедшие. Самое интересное заключалось в том, что все знали, два из трех полотен наверняка поддельные. Они не стоили ни гроша. Все это походило на своеобразную лотерею. Так или иначе, портрет номер один был продан за 200 тысяч франков. Возбуждение достигло предела, когда узнали, что картину приобрел агент одного из богатейших американских коллекционеров. Это подействовало как удар кнута. Цена портрета номер два достигла 300 тысяч франков. Его купил тот же человек. Он, видимо, решил приобрести для своего хозяина все три картины. И таким образом наверняка заполучить в свои руки подлинного Рембрандта. Клиенты отеля Друо не отличаются нежностью друг к другу. Они почуяли, что американец хочет любой ценой сделать хороший бизнес. И пытались помешать ему. Они понимали, что если третья картина ему не достанется, то первые две не будут иметь никакой стоимости. Разгорелась форменная битва. За третью картину предлагали 400 тысяч франков. 500 тысяч. 600 тысяч. Наконец, тот же агент американского бизнесмена, обливаясь потом, предложил за портрет 700 тысяч франков. И картина досталась ему. Три полотна обошлись покупателю в 1 миллион 200 тысяч франков. Выяснилось, в конце концов, который из портретов принадлежал кисти Рембрандта. Об этом не звука. Все три находятся в галерее американского миллионера, висят рядом, и он безмерно ими гордится. Так все это и осталось тайной. Да, для всех. Кроме двух людей. Кто же они? Первый, конечно, автор мистификации, а второй я. Я вновь посмотрел на снимки и не выдержал. Покажите же мне подлинник. Подлинника не существует, сказал Лаборни. Все три портрета фальсификация. И когда я разъинул рот от удивления и посмотрел на него, он продолжал. Представьте себе человека, который задался целью хоть однажды в жизни сорвать крупный куш. Заурядный антиквар, живущий на небольшие случайные заработки, захотел сразу заполучить миллион. Он расчетлив и очень терпелив. Чтобы избежать уголовного дела, он заказывает неизвестному художнику не один последний портрет работы Рембранда, а сразу три. Получив портреты, он никому их не показывает, довольствуясь до поры до времени лишь рассказами о том, что ему удалось приобрести неизвестную работу великого живописца. Приобрести не для перепродажи, а для себя. Лишь позже и то нескольким знатокам, ближайшим друзьям, он показывает одну из картин в полутьме своего кабинета. Так он твердит легенду о неизвестном шедевре, не предназначенном для продажи. Время идет, и последний портрет кисты Рембрандта начинает жить в сознании любителей и знатоков искусства. О нем частенько упоминаются в разговорах, в статьях. И вот спустя 15 лет Пси Валь вдруг извещает, что обстоятельства вынуждают его расстаться с уникальным портретом. Он продает его только потому, что должен дать единственной дочери хорошее приданное. Старик говорит об этом со стонами и вздохами. «Мрак и смерть в моей душе», – восклицает он. Наконец-то час пробил. Покупатели ринулись к заветному полотну. Почему же не была разоблачена фальсификация? Да потому что старик перехитрил всех. Он рядом с подлинным полотном Рембрандта положил перед покупателями не одну, а сразу две подделки. Таким образом, знатокам и экспертам предстояло ответить не на вопрос, принадлежит ли портрет кисти великого художника, а на вопрос, какие два полотна из трех являются подделкой. Подлинность одного из трех портретов и не ставилась под сомнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok